Всем привет! В этом уроке я построю изометрическую проекцию куба с тремя вырезами. Затем мы перевернем данный куб на 90 градусов и построим еще одну проекцию. И в заключение мы посмотрим, как выглядит данная фигура в 3D программе. Итак, перед нами мы видим задание, на котором изображено три вида деталей. Главный вид, вид сверху и вид слева. Изучив эти виды, мы можем представить, что деталь представляет собой куб с размером стороны 60 мм. На этом кубе имеется два прямоугольных выреза. Один из них шириной 40 мм и глубиной 15 мм. И с другой стороны, а также прямоугольный вырез шириной 30 мм и глубиной 20 мм. На другой стороне имеется полукруглый разрез, проходящий сквозь весь куб с радиусом 15 мм. По заданию нам нужно построить изометрическую проекцию деталей. Вот я заранее приготовил уже систему координат, чтобы не тратить на это время. С направлением двух осей, идущих под углом 30 градусов и одной вертикальной оси. Так как длины единичных отрезков на всех трех осях остаются одинаковые, соответственно, мы можем строить все вырезы, не изменяя масштаба. Соответственно, мы можем принять за точку начала координат, точку А, в данном случае точку, лежащую на главном виде внизу слева. Соответственно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мы получили изометрическую проекцию детали со всеми видимыми линиями. А теперь давайте представим, что вот эта точка А, начало системы координат лежит у нас не в этой точке, а лежит наверху. И деталь наша переворачивается на 90 градусов и будет лежать уже вот так вот. Соответственно мы увидим, что все наши вырезы повернутся на 90 градусов. Давайте попробуем нарисовать теперь другую проекцию этой же детали. Я заранее подготовил систему координат и это будет у нас начальный пункт А, который совпадает с верхний левый угол на главном виде. Соответственно... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так мы получили две изометрические проекции одной и той же детали. На первом рисунке точка начала координат А лежала в нижнем левом углу на втором изображении точка А уже лежала в верхнем левом углу. А теперь давайте посмотрим, как будет выглядеть эта деталь в 3D изображении и правильно ли мы построили все линии. Вот мы видим основной вид детали. Вот мы видим основной вид детали или вид спереди, на котором изображены два прямоугольных выреза. Один широкий, но менее глубокий, а другой более узкий, но более глубокий. А теперь давайте повернем эту деталь до вида изометрической проекции, такой какой мы ее нарисовали. Соответственно мы увидим картинку, полностью соответствующую тому рисунку, который мы нарисовали. Соответственно задание выполнено правильно. Если же эту фигуру перевернуть на бок, теперь на 90 градусов и взять, как было сказано в задании, верхний левый угол на главном виде за точку начала отчета координат, то мы получим изображение, на котором тоже видно, в принципе, что все видимые линии, видимые контуры этой детали нарисованы правильно. Значит мы правильно смогли перевернуть эту деталь в голове и изобразить потом на бумаге. Вот так будет выглядеть вид другой, если по-другому развернуть деталь. И еще один другой вид. Ну вот в принципе и все. Я поставлю картинку на такой вид, на который мы ее нарисовали в первом задании. На сегодня все. Создание выполнено правильно. И как всегда я желаю вам успехов в освоении этого интересного предмета. И не прощаюсь. Создание выполнено. Продолжение следует...